Только начали играть в Айон? Посетите канал Ламповый Айон. Лампово о самой лампово игре. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Ну вот уже все рассмотрели, со всех сторон, почти во все щели заглянули, вдоль и поперек 7-0 изучили. Осталась на самом деле вот маленькая капелюсечка, особенно по данжам. Обычная Стелла и Хартмастерская Прометиона. Вот вторую мы сегодня и рассмотрим. Точнее как, кусок ее. Так, пока что на боевых стоит только первый босс. Пока кстати писал этот ролик, узнали, что сегодня 16 июля ставят и второго. Напомню, что с мастерской Прометиона к рейке поступили достаточно забавно, выпустив 7-0 облегченный ее вариант и сложный. И вот этот сложный вариант они развивают постепенно даже у себя. Сначала был один рбшка, потом добавили второго, потом третьего и так далее. В конечном итоге я думаю доделают полностью. Ну не оставят же на полпути. Хотя это корейцы, они могут и так. На самом деле до попадания в Харт Прометиона я думал, что этот рбшка, который в нем стоит пипец какой стремный и сложный. Однако разобравшись повнимательнее оказалось, что нет. Это не значит, что новички смогут буквально с первых недель туда прыгать. Нет, для этого донжа все-таки надо приодеться хорошенько. И тем самым мы плавно подходим к тому, в чем туда можно уже смело идти. Все просто. Эпические труселя, ботинки, плечи и руки вы выбиваете из легкой Промы и Манорны. Эпический торс и шапку из легкой Лабы. Бижутерия вполне подойдет, скажем так, реликтовые, но желательно естественно точеные куда-нибудь там в плюс 13 и выше. Особенно это касается крыльев. Ну а вот оружка пойдет плюс 15 эпик пвп плюс пве подпайка. Именно в такой экипировке я и попал туда. Правда ребята с которыми я ходил одеты ну наверное чутка получше, но думаю начинали примерно плюс-минус с того же в чем и я. Теперь состав пати. Я до последнего думал, что там нужен прям вот страж и без него вообще никуда. Однако тут также произошел облом. Ибо страж там вообще не нужен. Достаточно и глада. Мы же проходили глад пилот два художника Лук и Хилл. А перед этим вместо одного художника был Чант. У него просто на основе заходы кончились. А еще за пару дней до этого мы ходили с составом Лук, художник, Хилл, Чант, Глад и Закл. Так что как видите какой-то строгой привязки по классам нету. Хотя все таки одна есть. Один танкующий желателен в любом случае. Ну и художник. Да, они типа имба. Вход в сложную мастерскую приметеона находится посередине карты лакрума. Со 123 и 126 баз в него не попасть. Входов у нас как обычно 4 с премум и откаты у них с обычной мастерской разные. Залазим внутрь и видим там все то же самое что и в обычном данже. Те же мобы и та же проходка. Чистим все это и убиваем смотрителя тоннеля чтобы открыть ворота к веревке. О нем кстати в конце видео еще чутка отдельно поговорим. Прыгаем к первому рбшке и видим уже знакомую нам птичку. Только теперь она называется яростный джестикан. Подготовились, проверили все ли на месте и прыгаем и начинаем ее колупать. Глад может прыгнуть чуть раньше чтобы капельку нагреть. Так как художники злые и могут и сорвать. Собственно в птичку вливаемся медленно. Никуда не спешим, скиллы сильные и бафы можно приберечь. Снимаем ей где-то около 35% ее хп и тут нас ждет сюрприз. Появляется разъяренный баракан. Собственно тут начинается самое интересное. Все кроме Глада кидаются на него, а Глад остается соло ковырять птичку. Хилл же стоит где-то по центру между ними двумя чтобы доставать до всей пачки. В нашем случае пилот, лук и два художника вливают все что есть в баракана. Как раз тут нужно разбафаться и выдавать максимальный дамаг в него. Хилл справлялся и художник. Так что я думаю тут вообще любой класс справится. Так как на самом деле достаточно запомнить всего два его скилла. Собственно стоите вливаете в него весь дпс на который только способны. Дальше все зависит как раз от вашего дамага. Чем дольше ковыряйте его, тем будет сложнее становиться. Внимательно следите за его действиями. Первый достаточно неприятный скилл это охлаждение. Наносит урон холодом всем находящимся в зоне действия умений. Так что вплотную естественно не стойте. А танкующий если это ближник в случае неуверенности в своей прочности может отойти пока он его кастует. Следующий очень важный скилл это принудительное ограничение. Притягивает и снижает скорость движения. Эффект можно снять очищающим умением. То есть после притяжки хилл чистят а все валят от рбшки подальше метров на 15. Так как после притяжки идет самый неприятный скилл. Безумие. Ослепление и большой урон. Можно избежать как раз если отойти метров на 15. На третьем уровне усиления границ урону может быть смертельным. И вот совсем совсем самое важное. Надписи. Джестикан и барракан скоро получат эффект усиления границ. Эти бафы как раз и усиливают рбшек. Снять их нельзя. И вот как раз то о чем я и говорил. Все зависит от вашего дпс. Максимум желательно чтобы они кастанули в себя только 3 уровня бафа. И то это может быть летально. Идеально вообще 2. И теперь смотрите. Скилл безумия после первой притяжки был всего 1 раз. После второй он кастует его 2 раза подряд. То есть тут надо быть аккуратными. Собственно вы так же продолжаете вливать максимальный дпс в него соблюдая дистанцию и внимательно смотря за его скилами. А глад который в одиночестве ковыряет птичку ну или кто у вас там будет на ней стоять. Внимательно следить за этим пернатом. Так как у него тоже надо запомнить 2 скилла. Первый скил жала. Отравление которое не снимается. Кидается в двух персонажей рандомно. А за ним сразу проникающая игла. Урон. Достаточно значимый урон. Особенно под усилением границ. Поэтому где-то в районе сразу после второго бафа. Глад начинает озвучивать двух персонажей в которых улетела жала. А потом птичка начинает сразу кастовать проникающую иглу. И в этот момент те на ком нету жала подбегают к гладу чтобы поделить урон от иглы. Так же луки могут в этот момент наставить ловушек ахиллы своих зеркал и урон тоже поделится. В случае если в пати есть тсм он может тупо кинуть замену на глада. А вот если есть страж то он может и так пережить его заюзав свои усилки. Но все равно как-то подбежать дело 1 и 2 секунд. Ну а после третьего бафа желательно барракана уже добивать ибо становится совсем бобо. Фиг его знает что там на четвертом происходит. Добиваете барраканы и быстро все кидаетесь на птицу. Так как у вас есть где-то секунд 10 чтобы ее добить. Иначе она начнет тупо потихонечку всех ваншотить. Убиваете и все вам счастье вы прошли вы победители. И у нас появляется сундук. Который открываете и в нем лежат следующие ништяки каждому в пати. Эпический камень сверкающей звезды. Сундук с серьгой ослепительной звезды. Может появится а может нет. Это рандомно. Реликтовый пве камень. Реликтовый маг камень и золотой кубик. Ура упала серьга и вы думаете что вы теперь будете крутым и супер аксессуаром. А вот как бы не так. Так как в этом сундуке находится только болванка. И чтобы ее переделать в эпическую серьгу сверкающей звезды. Вам надо еще насобирать 20 штук эпических камней сверкающей звезды. Да вот такая вот матрешка. Но тут есть свои нюансы. А точнее выбиваете себе 2 болванки. Ну а дальше вам надо собирать камни. Но в процессе у вас будут еще выпадать серьги и спрашиваете нафига когда у вас уже 2 болванки есть. И слава котам ненужные сережки можно ломать на эти звездочки. И Сергей рандомно при сломе выпадает от 1 до 3 камней. Также вспоминаем смотрителя тоннеля которого мы убивали чтобы открыть ворот. Так вот в хардпроме есть квест который дает 3 звездочки за его убийство. Квест одноразовый на персонажа. Но сами звездочки передаются через склад аккаунта. Так что если у вас есть много твинков на аккаунте вы можете достаточно быстро набрать себе этих звезд. Просто заходя каждым в прометун и убивая этого смотрителя тоннеля. Теперь к самой беже. Бежа на самом деле топовая пвешная на данный момент. И какое-то время такое останется. А главное что когда введут остальных рбшек у нас будет доступно к выпадению еще кольца, ожерелья и пояса. И вот одев все это, то есть 4 составляющих из комплекта мы будем получать сетовый бонус. В виде доп атаки в пве плюс 252 и физ или маг атаки плюс 148. Так что чем раньше вы начнете крабить хардпрому и собирать серьги и частицы звезд на будущее, тем проще вам будет в дальнейшем. Как видите на самом деле данж изевый. Ничего мега сложного в нем нету. Главное внимательность ну и хороший дпс. В той пати в которой я был нам потребовалось на убивание этой парочки чуть больше ну 4 минут. А весь данж если не чехлить занимает минут 7. Так что за полчаса все заходы в него можно откатывать вообще в легкую. Ну что ж на сегодня все. Спасибо всем и особенно пати которая мне помогла с этим роликом. А также спасибо фане и он за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь, стыкайте на колокольчик и всем побольше звезд.